Здравствуйте! Вы смотрите «Новости русского мира». В студии работает Евгения Фахурдинова. О том, какие события этой недели запомнились русскому зарубежью, узнаем прямо сейчас, в этом выпуске. О работе русских школ за рубежом расскажет проект «Лэнк Лэнд». Педагоги русского языка прошли курсы повышения квалификации в Швеции. В Москве объявили лауреатов премии за верность науке. А теперь более подробно об этих и других новостях. Отправиться в виртуальную экскурсию по русскоязычным школам в странах зарубежья приглашает проект «Лэнк Лэнд». Педагоги и эксперты расскажут об авторских методах преподавания и эффективных практиках. В образовательном практикуме уже успели принять участие русскоязычные школы Испании, Болгарии, Германии и других стран. Уникальный опыт русскоязычных школ и центров со всего мира представит проект «Лэнк Лэнд». Гости интернет-платформы смогут посетить увлекательные туры по школам Южной Кореи, Италии, Нидерландов и других государств, где преподают русский язык как иностранный. Инициативу поддерживает Министерство просвещения России. Проект направлен на популяризацию и продвижение отечественной культуры. Уважаемые педагоги, работники образовательных организаций за рубежом, дорогие коллеги, с радостью сообщаем вам о начале реализации проекта «Виртуальная экскурсия по русским школам за рубежем. Организация образовательной деятельности». В рамках проекта будут сняты и опубликованы видеоролики в формате виртуальных туров об учебных организациях, центрах открытого образования, русских школах за рубежом. Все видеоматериалы пройдут профессиональную обработку и будут размещены на сайте образовательной платформы langland.com в сети интернет. Видеоролики в формате виртуальных экскурсий позволят увидеть международную сеть русских школ и центров открытого образования за рубежом. Участники поделятся своими методами организации учебного процесса, расскажут о квалификации преподавателей в школах, а также особенностях авторских систем обучения. Семинары по повышению квалификации для преподавателей русского языка прошли в посольстве России в Швеции. Участники круглого стола смогли обсудить, как должен выглядеть современный учебник для детей-билингвов и специфику преподавания на русском за рубежом. Родному языку и не только русскому уже много лет обучают детей в шведских школах. Эта традиция родилась еще во второй половине прошлого века. В 60-х годах индустрия страны начала резко развиваться. В Швецию на заработки стали приезжать жители Финляндии, Греции, Италии и других стран. Для того, чтобы дети иностранцев быстрее вошли в жизнь страны, в школах ввели дополнительные уроки, где двуязычные педагоги помогали детям не только в изучении шведского, но также занимались с ними родным языком. О работе Ассоциации русскоязычных преподавателей в Швеции рассказывает педагог с 20-летним стажем Светлана Парминг. Мы наблюдаем за тем, что происходит там за рубежом, как работают субботние воскресные школы. Конечно, это не так, как мы работаем, потому что у нас есть собственные программы. У нас очень сложная ситуация, когда в классе сидят ученики разных уровней, разных возрастов, и вот нужно всех занять одной темой и все-таки их обучить. Нужно сделать учебное пособие или учебник таким образом, чтобы они как бы не чувствовали вот эту разницу. Как бы они со шведского языка переходят к нам, и такая же методика идет, что им легко это. Представители Ассоциации русскоязычных преподавателей регулярно проходят повышение квалификации. Педагоги посещают тематические уроки и мастер-классы. Накануне в посольстве Российской Федерации в Швеции состоялась дискуссия на тему, как должен выглядеть современный учебник русского языка для детей билингов. Педагоги смогли проанализировать популярные издания, а также предложили собственные сборники упражнений и учебных пособий. Но никогда не будет учебника или учебного пособия, которое подходит всем. Это естественно. И учителя все разные, и ситуации разные, и дети у нас разные. Я считаю, что наши учителя, они профессионалы, они действительно работают в сохранении русского языка, русской культуры, стараются детям дать столько много, сколько возможно. Ассоциация каждый год проводит семинары для преподавателей русского языка, как иностранного. На тематические встречи в Стокгольме приезжают эксперты по русскому языку, специалисты из ведущих отечественных и зарубежных университетов. О главных новинках и тенденциях в отечественном кинопрокате рассказали на международном форуме «Российский кинобизнес». Мероприятие посетили профессионалы индустрии, кинопродюсеры и режиссеры. Гости форума также смогли оценить более 200 конкурсных картин. Эксклюзивные презентации и показы самых ожидаемых киноновинок прошли в рамках деловой программы форума «Российский кинобизнес». Мероприятие смогли посетить и в Москве более 700 участников. В мастер-классах и обсуждениях участвовали известные российские сценаристы, режиссеры и кинематографисты. Этот форум проходит два раза в год и является одним из ведущих в сфере развития отечественной киноиндустрии. Все заявляют свои самые громкие проекты на новогодние праздники. Уже мы посмотрели довольно большой кусок картины «Чемпион мира» о шахматах. Мы знаем все предысторию. Мы посмотрели вчера довольно большой материал по проекту «Последний богатырь». Это, наверное, единственная сказочная франшиза, которая показывает, что следующий фильм может быть лучше предыдущего. Все ждут от этой картины больших сборов. Более 200 кинопроектов и 10 закрытых показов смогли оценить участники и гости кинофорума. Впервые представить на форуме свое производство смогли кинематографисты Центральной Азии – из Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. В российском кинопрокате «Чемпион мира» остается одной из самых ожидаемых картин этого года. Историю о знаменитом шахматном поединке Анатолия Карпова и Виктора Корчнова можно будет увидеть в прокате уже 30 декабря. Главные роли в фильме сыграют Константин Хабенский и Иван Ленковский. Национальный фестиваль русской поэзии, песен и танцев «Пусть всегда будет солнце» прошел в Болгарии. Церемония награждения участников состоялась в русском центре города Старозагора. С поздравлениями к юным участникам обратился полномочный министр Российской Федерации в Болгарии Филипп Воскресенский. Он поблагодарил всех гостей центра и отметил, что молодежь в Болгарии особенно интересуется русской культурой. Журналисты, ученые и популяризаторы научных достижений стали лауреатами премии «За верность науке». Конкурс проходит уже в седьмой раз, и в этом году члены жюри получили рекордное количество заявок от участников. На церемонии награждения в Кремлевском дворце побывала наша съемочная группа. Повысить престиж профессии ученого. Так звучит главная цель ежегодной российской премии «За верность науке». В конкурсе участвовали коллективы научно-популярных программ радио и телевидения, спецпроекты, а также электронные и периодические издания, которые занимаются популяризацией достижений российских ученых. В год науки и технологий проект вызвал особый интерес среди представителей СМИ. Заявки на участие отправили более 700 журналистов. Это рекордное количество за всю историю премии. Эта премия вообще, это в первую очередь общественное признание. Общественное признание тех, кто говорит о науке. Кто говорит о науке разным языком, через телевидение, радио, соцсети, различные программы, издания, периодические публикации и так далее. Я думаю, что в России это, наверное, самая высокая сейчас премия по признанию популяризаторства науки. Торжественная церемония награждения лауреатов прошла в Кремлевском дворце. Всего в конкурсе были заявлены 15 номинаций. Победители получили денежные призы в размере 150 и 300 тысяч рублей. По итогам премии лучшим периодическим изданием о науке стал проект «Популярная механика». Награду в номинации «Лучшая радиопрограмма о науке» получила редакция радиостанции «Маяк» с проектом «100 минут о Вселенной». Там, где существует космическая деятельность, в тех странах, где она развита, соответственно, и совершенно иной подход к образованию, к высшей науке. Наличие космической деятельности у страны говорит о наличии интеллекта и желании его развивать у этой страны. Поэтому популяризация космической деятельности, в свою очередь, это и есть, по сути дела, популяризация науки и самых передовых технологий. Специальные награды и призы жюри подготовили для авторов в номинации от корпораций «Роскосмос» и «Роснано» по популяризации атомной и космической отрасли. Уже в следующем году лауреаты смогут посетить космодромы Байконур и Восточный, а также стать участниками масштабной экспедиции к Северному полюсу на ледоколе знаний. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. До новых встреч и до свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова